Самые великие личности, каждый из них, кто сумел привлечь внимание миллионов людей и сделать нечто, что оставило их имена в истории, имели схожую черту. Нечто, что многие мечтают открыть, воспитать, приобрести. Нечто метафизическое, благодаря чему твой путь к цели будет проще и быстрее. Земляне называют это нечто харизмой. Первое определение, которое дает Википедия этому понятию, звучит так. Харизма – особая одаренность, исключительность личности в интеллектуальном, духовном или каком-нибудь другом отношении. Способность взывать к сердцам. Насчет взывать и прикасаться к сердцам и душам есть еще одно интересное замечание, связанное с харизмой. А когда вы можете затронуть чью-то душу, это бесценно. Это художественная экранизация биографии Стива Джобса. Человека, который обладал якобы мистической, невозможно сильной харизмой. И все-таки, что такое харизма? Талант? Уверенность в себе? Или врожденная черта? Быть может, совокупность всех этих факторов? Возможно ли ее в себе развить? Или человек рождается с этим? И харизма – его судьба? Мы вновь встретились на канале «Нулевой пациент», а значит, настало время самых интересных тем и ответов на вопросы, на которые, казалось бы, невозможно найти ответы. Обязательно подпишитесь на канал, поделитесь этим видео и поставьте лайк. Поехали! Все те люди и лидеры, которых считают эталонами харизматичности, которых я показал вначале, на определенном этапе жизни считали себя неудачниками и были жуткими, неуверенными самоедами. Они уверяли себя, что в будущем их ничего не ждет. В них никто не находил ничего интересного, чего-то, за что можно было бы зацепиться глазу или уху. Первая речь Гитлера была провальной. Его свистали, и он не получил желаемой обратной связи. Вот он спустя совсем немного времени. Это 1943 год. Его выступления по радио тогда послушали 20 миллионов человек. Посмотрите, как он сосредоточен. Он готовится к выступлению так же, как спортсмен готовится к самому страшному поединку. Чудовище по имени Адольф Гитлер совершенно мистическим образом околдовал миллионы людей. И даже спустя много лет после смерти, даже после всех тех жутких преступлений, он продолжает порабощать неокрепшие умы. Постойте, но первое же его выступление закончилось полным провалом. И вот теперь он будто колдун овладевает человеческим сознанием. Что случилось между этими двумя выступлениями? Неужели харизма это неврожденное качество, и его можно развить? И все самые харизматичные люди прошли этот путь от неудачников к специалистам по проникновению под кожу и манипуляции эмоций. Ответ да. И сейчас ты поймешь почему. Человеком управляют эмоции. Эмоции целиком и полностью можно описать биохимией мозга, нейромедиаторами и прочими гормонами, которые вырабатывают тело. Страх, адреналин. Злость, норадреналин. Интеллект, ацетилхолин. Практически все твое поведение можно описать взаимодействием гормонов у тебя в организме. Но не харизма. Харизма – навык прокачиваемый. И рождается он внимания и страсти. Да-да, в ваша страсть и есть харизма. Страсть околдовывающая, не дающая покоя, напоминающая о себе постоянно. Все без исключения, о ком мы сегодня говорили, чьи кадры я демонстрировал, были люди, порабощенные страстью, которая вела их к цели. Не каждый из них ее достиг. Но каждого из них она сделала тем, кого слышат миллионы. И порой слышат с удовольствием. Харизма не имеет ничего общего с умением говорить, умением выглядеть, умением себя подавать. Посмотрите на этого человека. Это Григорий Перельман. Один из самых интригующих людей на Земле. Гениальный ученый, решивший одну из проблем тысячелетия. Гипотезу Пуанкаре. Его невозможно назвать харизматичным человеком в классическом понимании. Изъясняться он не умеет и делает это крайне редко. Он совершенно замкнутый человек, у которого я мечтаю взять интервью. Сто процентный чистейший харизмат. Почему? Нас околдовывает его страсть. Страсть, порожденная стремлением к цели. И этот путь сделал его столь загадочным гением. Пример номер два. Заика. Неспособный слепить два слова. Выглядит невзрачно, одевается паршиво. Внешность на 30+. О ком я говорю? Конечно же о великом и самом потрясающем Илоне Маске. Которого обожают миллионы. Ложить. Да, я конечно знаю, что класть. Но все-таки ложить он хотел на внешний вид и умение говорить. Его ведет к цели его страсти. И именно за это мы его обожаем. За то, как он смотрит на свою поднимающуюся ракету, которая стремится к черным дырам. Как-то это двусмысленно звучало. Харизма это ваша страсть. Страсть по отношению к цели. Точка. Эта страсть сделает даже из самых простых смертных, невзрачных и неприметных неудачников великих людей. Не всегда счастливых, но великих. Наверное, следует задаться вопросом, как обнаружить в себе, какая именно страсть сделает тебя абсолютным харизматом. Но твой же организм как-то реагирует на внешние раздражители, картинки, события, людей, информацию, машины, женщины, деньги, человеческое горе или наоборот счастье. Уверен, твои эмоции подсказывают тебе твою страсть, когда ты соприкасаешься с ней. Даже если ты просто безумный фанат траха, все равно можешь стать харизматичной личностью в этой сфере и добиться невероятных высот. Если в тебе якобы есть такая страсть, но ты совсем ничего не получил и совсем не харизматичный, ты врешь и скорее всего ленивое дерьмо. Я видел художников, неудачников с палыми, бледными, щетинистыми щеками, которые никому не нужны. Они рисуют картины для себя десятки лет. И напиваются в кабаках, рассуждая с упоением о метафизике искусства. И они гениально харизматичны. Я же говорил, страсть и харизма делают великими, но не всегда счастливыми. А величие, как известно, бывает раз. Я желаю вам приобрести такую же испепеляющую страсть, которая изменит вашу жизнь к лучшему. Если она в вас уже есть, то тогда скорейшего достижения целей. Надеюсь, эти цели будут чудесными и прекрасными. До встречи, друзья! Вы были на канале Нулевой Пациент. Подпишитесь, жмите колокольчик. И не забудьте спуститься вниз в комментарии, для того, чтобы высказать свое мнение об услышанном. А также написать, на какой вопрос мы должны с вами получить ответ. Или какую тему обсудить в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...